Друзья, всем привет! С вами снова Аня. И сегодня я хочу с вами поговорить на очень щепетильную тему. Как вы думаете, делают ли девочкам поблажки в ГМД? Напишите обязательно свое мнение в комментариях. И если у вас есть какие-то примеры или истории из жизни, тоже обязательно этим поделитесь. Мы с вами все это обсудим в наших будущих видео. Мое мнение таковое. Бытует мнение, что девочкам прощаются не до текстуры, не до скульптинг, заваливание дедлайнов, что как бы, ну она же девочка и можно. Если честно, я с этим не согласна. И если это не так, мне бы хотя бы посмотреть, потому что на моей шкуре такого не было. Вряд ли вот когда вы играете в какую-то серьезную игру, проходите мимо плохо сделанного ассета, и там появляется вывеска «Не судите строго, это творение женских рук». И вы такие «А, ну норм, окей, тогда все ок, минуса в игре ставить не буду». Ну как бы, если такое есть, тоже, пожалуйста, напишите, мне очень интересно. На моем опыте не было такого, чтобы я получала какие-то поблажки. Признаюсь, были ситуации, когда, допустим, мой тим-лидер доскульпчивает мою работу, когда у меня не получается. Когда тебе там раз объяснили, второй раз объяснили, третий, ты там с 20-го не понимаешь, как нужно сделать. То да, твой тим-лидер возьмет твой ассет и доскульпчит, показывает тебе, как правильно делать. Но это делалось не потому, что я там девочка, и я там заслуживаю какого-то снисхождения, а потому что я джуниор артист. И это нормально показать и научить, как бы дальше это нужно делать, чтобы я не повторяла тех же ошибок в будущем. Ну это независимо от пола совсем. Кроме того, ходит такой слух, что на арт-стейшене женские персонажи собирают больше лайков, чем мужские персонажи. Ну, здесь, возможно, есть доля истины, но я объясняю это чисто с психологической точки зрения, что девушки по своей натуре тянутся к няшному-милашному, и поэтому думают, ой, круто, этому я поставлю лайк. А мужчины любят женские тела, и им, понятное дело, что им, возможно, инстинктивно захочется пролайкать в первую очередь женского персонажа, чем какого-то там брутала с двумя мечами. Но это не значит, что тот брутал с двумя мечами заслуживает меньше восхищения или лайков. Просто я считаю, что здесь работает психология и наши какие-то инстинкты. Слышала еще одно мнение, что работы девушек получают больше лайков, так же, чем работы парней. Вот я с этим не согласна, потому что сужу я собственного опыта. Я смотрю на работу, как она сделана. И, может быть, потом я захочу посмотреть, кто сделал эту работу. Но чаще всего мне просто интересно, откуда этот художник и какой у него опыт. И вот вряд ли я там буду докапываться, эта девочка или мальчик. Тем более, если мы смотрим на артстейшене, то там не всегда понятно, а это вообще имя кого. Это мужчина или женщина. А еще если там аватарки нет, там какая-то абстракция нарисована. Ну, как бы я на этот счет не заморачиваюсь. Поэтому лично мне все равно, работа сделана девушкой или работа сделана парнем. Поэтому я считаю, что говорить о том, что работы, которые делают девочки, получают больше лайков, это, ну, как бы слегка не объективно. Я с этой точки зрения весьма не согласна. Если у вас есть свои мысли на этот счет, пожалуйста, пишите в комментариях. Я все читаю. Мы с вами продолжим обсуждение этой темы, если она вам понравится. А также подписывайтесь, ставьте лайк, нажимайте колокольчик и да пребудет с вами стрессоустойчивость.